9 августа этого года на этом месте были обнаружены костные останки человека. Их нашел рыбак, который увидел торчащие сапоги из реки Малая Черемшанка. Мужчина вызвал полицию и уже тогда возникли большие подозрения, что эти останки могут принадлежать пропавшей более 7 лет назад Ксюше из Белоярска. Следователями Следственного комитета назначены необходимые медико-криминалистические генетические экспертизы, которые установили принадлежность данных костных останков, пропавшей в 2014 году Ксении. 28 марта 2014 год. 11-летняя Ксюша вместе с подругой возвращается из школы. Девочки прощаются и расходятся по домам. Но при загадочных обстоятельствах Ксюша пропадает. До дома она не дошла каких-то метров 200. Тогда следователи завели уголовное дело по факту убийства ребенка. В августе, когда в реке обнаружили чьи-то останки, в СМИ появилась версия – девочка могла нечаянно уйти под воду и ее могло затянуть выл. В этом году было сильное, очень сильное половодие. Спускали с водохранилищ в воду, течение было дикое. Воды было очень много. Так что могло и унести. Больше 7 лет в интернете гуляли слухи. То Ксюшу якобы видели в другом городе, то в цыганском таборе. Известный экстрасенс заявлял, что девочку удерживают в каком-то коттедже. Правоохранителям приходилось отрабатывать самые разные версии. Спасатели сутками прочесывали каждый сантиметр дна в местной реке. Все, вылазь оттуда. Здесь я переброшу. Искать довольно непросто. Дно илистое. Местами глубокое, ямы всеразличные. Да и так, всякий брод. Вода холодная. Но, тем не менее, люди помогают. Люди много собрались. На момент пропажи девочки отряда еще не существовало в Алтайском крае. То есть, это был март 2014 года. Отряд, наверное, благодаря этим поискам масштабным, он начал образовываться у нас в крае. Было очень большое количество людей. Это просто была постоянная смена этих людей. Кто-то устал, кому-то на работу, они ушли, пришли новые люди. То есть, это было бессменно в течение нескольких недель. Ну, наверное, даже это точно больше двухсот человек. Искали Ксюшу действительно всем на Валтайском. Поисковики вспоминают. Кто-то сам шел на поиски, кто-то из неравнодушных местных жителей кормил спасателей. Несмотря на то, что в этом году пропавшей 11-летней девочке уже исполнилось бы 18 лет, все эти годы волонтеры и близкие не теряли надежду, что Ксюша жива. Вообще, самое страшное, что когда заканчивается поиск, понимаешь, что ребенок найден и погиб. Это самое ужасное, что может быть. Ни один волонтер, ни один доброволец не останется к этому равнодушным. На данный момент в этой истории еще не поставлена точка. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения ребенка. По-прежнему отрабатываются все версии. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.